ребята всем доброго времени суток друзья мои я димас с нами же оператор антон как всегда делает великолепные кадры мы сегодня для вас решили сделать интересное блюдо давным-давно я его всегда встречал его готовили как став блюда либо в столовую в каких-нибудь потому что ну как бы говядина раньше была более доступна всем сейчас она дорогая стала такая обычная лопаточная часть или задняя часть сейчас это не все как бы могут себе позволить купить и но мы решили вспомнить былые времена и приготовить такое блюдо она вроде претендует на изысканные но при этом очень вкусные и необычные для этого что мы взяли мы взяли лопаточную часть говядины мякоть без кости без всего хорошая такая с прослойками есть овощи разные лук морковь чеснок кстати все домашние с огорода молодой картофель тоже с огорода и главный ингредиент видимо этого блюда это чернослив покупной ну вот так же растительное масло были использовать специи разные соль перец сахар и кетчуп незаменимая часть этого блюда тоже и взяли вот такой соус перечный к мясу наверное хорошо подойдет попробуем его немножко добавить режем лук наверное разрежем пополам не будем умудрить лишнее уберем кошки подберет на лучок тоже свежим будет все крупно кусковую морковку вообще не будем нарезать ну вот эти можно пополам как-то морковь нежная прям вообще сочная видимо вот картофель ну вот наверное не будем вот может быть эту разрежем там вдоль остальные целиком кинем нарежем большими кусками ну не толсто не тонко где-то пол сантиметра можно толще жилками ну лишнее можно срезать тут у нас кошечки бегают где-то съедят как бы это в советское время было большими кусками все поддавалось режем не вдоль волокна поперем поперек потому что будет более нежная если вы нарежете вдоль она вообще не проживется волокна идут по-разному тут видно вот здесь так здесь так переходим к нашей готовки уже казану мангал у нас горит еще что ребята вот мы перешли к мангалу у нас он раскалился до отличного состояния мы налили маслица и закидываем наше мясцо все по обычной схеме ждет хорошо говядинка быстро колируется пламя хорошее ветра нет идеальная погода для съемок то что надо смотрите мяско колируется огонь почти звезда мишлен говядина быстро схватывается дает колер хороший очень красивая вот ну еще пару минут чем мы обжарим это все лишняя влага уйдет немножко она закупорится внутри и сок останется будет томиться уже красивая говядина она сама по себе не жарить она самая красивая получается чуть-чуть добавляем специи на этот у нас тут орегано простонародье душица лаврушечка соль перец разный решили добавить гвоздику она даст определенный вкус ну так смело сыпем без всяких локтей просто сыпем мы на природе нам локти не нужны обильно соли говядин тоже хорошо любит если что досолим потом чуть перца молотого добавим сразу где-то пол чайной ложки и какая-то приправа у меня тут есть щепотку для мяса тоже опять волосы все спалил сейчас добавим один ингредиент интересный его добавим сразу чтобы он проник во все ткани нашего мяса самый дешевый кетчуп знакомый всем красный пластмассовой упаковки великолепно подходит к этому мясу прям три круга вот и просто какие-то мошки уже попали на воду вода как всегда святая добавляем добавляем чтобы мясо примерно скрылось все томится будет сейчас естественно подкинем еще дровишек они прогорят и будет медленно томиться время ну около часа чтобы быть средним может быть плюс-минус мы будем смотреть естественно нашу готовность возможно будем снимать пенку вот она уже образуется вот и мясо немножко уже подошло томили в районе часа я вас не обманул не меньше точно оно такое еще жестковатое но сейчас будем закидывать овощи как раз все дойдет все томится достаточно медленный огонь но мы прибавляли мы добавим перечный соус сюда он мы попробовали еще раз попробуем он реально сладкий но при этом перечный вот наливаем смело где-то 2 даже 3 столовые ложки лук и морковку раскладываем по всей поверхности чесночок тоже целиковый зубчики вот немножко притопляем чернослив тоже по всей поверхности раскладываем здесь где-то грамм 250 чернослива ну как бы чернослива мало не ну как не бывает он даст сладость свое естественно помимо этого мы добавляем естественно сахар столовую ложку без горки примерно ну потом попробуем еще что добавим и выкладываем наш молодой картофель тоже по всей поверхности его хорошо помыли не чистили от кожуры потому что я думаю молодой картофель никто не чистит от кожуры вот раскладываем везде тоже сейчас все будет томится еще в районе может быть 15 может быть 20 минут и при этом накрываем крышкой чтоб томилось друзья мои у нас резко стемнело ночь день стал короче у нас все готово на самом деле осталось буквально какие-то минуты вот мы просто добавляем зелень и друзья мои ну вот мы перебрались в наше закрытое помещение потому что там стало темно на улице мясо готовилось долго в районе полутора часов у нас получилось такое вот блюдо тушеное все еще парит все мягкое нежное овощи прекрасное мясо нежное тоже смотрите все ломается картошечка запах чудесный стоит чернослив ммм и естественно лучок кто не любит может не ест утомленый вкусный ну вот самая вкусная морковка как ни странно получилось в этом блюде ну мы решили добавить изюминку небольшую мы тут делали соус такой из черно-сморейдины под мясо под мясо под любое ну лучше говядину пришли его добавить вот что у нас получилось будем пробовать ммм вообще бомба чернадцать лиф сладкий этот кислый соус в своем месте дается вообще супер кисло-сладкий кто любит такое обязательно готовьте нет слов все очень вкусно особенно морковка пробуйте готовьте такое блюдо столовский вариант в свое время был когда мясо было доступно сейчас это можно сделать блюдо как в ресторане добавить овощей и подать очень красиво всем приятного аппетита с вами был Димас оператор Антон всем добра и мира пока пока пока